добрый день друзья и гости моего канала сегодня я приглашаю вас на пикировку такого замечательного летника это тарения в предыдущем видео я подробно вас познакомила с этим цветком и в этом сезоне я его выращиваю вот такой сорт я купила называется little kiss rose пикатти он очень похож своими соцветиями на галаксинию если вы заметили такие же бутончики у него и цветочки бархатные вот моя рассада я пробно выращиваю вот в этом пакетике было пять семян из них зашло 4 штуки я считаю что это нормальный результат посеянные они были 14 февраля я маленько их под запустил их можно было раньше распекировать но у меня шли интенсивно посевы поэтому я его немножко отложила в сторонку но я ничего не опоздала все как говорится можно успеть и так я наполнила вот такие емкости контейнеры они контейнеры горшочки диаметр контей горшка 12 сантиметров но рекомендую 10 сантиметров но я немножко побольше сделала значит какой грунт грунт я составляю самостоятельно я когда пикирую растение я уже их помещаю в очень питательный грунт о составе грунта я сниму отдельно ролик для пикировки может быть вам он пригодится я использую значит скажем так все такие естественные компоненты природные то есть я использую и яичную скорлупу и рыбную муку и даже чайную заварку из питого чая но об этом будет попозже и так приступим к процессу пикировки посев тарыни я не снимала так что покажу вкратце вот видите у меня на дно на дне вернее вермикулит слой вермикулита я емкости не прокалываю не делаю дренажное отверстие в целях экономии просто контейнера чтобы он дольше прослужил но обязательно я или кладу или вермикулит или песок и самый подручный инструмент это просто алюминиевая ложка и вот сейчас при помощи этой ложки я буду аккуратно доставать росточки вот так я выделю границы я поставлю постараюсь достать полностью вот так прям вот таким методом вот видите уже корешочки все тут есть так тихо и сейчас я делаю небольшое углубление так еще один момент вот я буду проливать грунт вот такой желтоватой жидкостью это у меня вода талая снеговая и плюс я добавляю всегда везде вот такое средство которое называется агат очень рекомендую присмотреться если в вашем регионе продается такое препарат агаты присмотритесь к нему изучите информацию по нему он очень недорогое средство это поэтому я рекомендую это не в целях рекламы вот я развела его в стаканчике и сейчас я луночку пролью вот этим раствором это фунгицид хороший он и стимулирует образованию корней у растения очень хороший препарат я им пользуюсь не первый год вот я луночку смочила потому что сверху я поливать не буду и теперь я достаю растение сейчас маленько водичка осядет чтобы корни не размыло все итак я достаю растение надеюсь видно вам так я уже могу вот так наверно взять и помещаю в эту луночку корневая очень хорошая хочу сказать вам вот если видите вот уже корешочки виднеются но не буду его долго мучить и я погружаю в эту луночку и немножко заглубляю почему потому что мне надо чтобы до семидольных листочков был грунт вот прям до семидольных поэтому я немножко погружаю беру опять же тоже ложечку и возле основания немножко уплотняю грунт все пикировку я совершила ничего сложного нет я думаю кто это делает на томатах и перцах принцип один и тот же ничего нового мы не открываем все я оставила специально не до конца заполнила горшок чтобы можно было немножко подсыпать если вдруг растение вытянется еще раз повторюсь сверху я поливать не буду потому что той влажности который я дала ему ему будет достаточно вот с этим я сегодня с вами хотела поделиться кому была полезная информация ставьте пальчик вверх кому не очень можете и вниз поставить напишите свой отзыв что вы думаете по поводу этого растения знакомы вы с этим растением выращивали вы его или нет мне очень интересно будет узнать какой у вас опыт в этом деле я всем желаю удачных пассивов хороших всходов и крепкой рассады оставайтесь со мной и жду друзей по интересам будем вместе с вами выращивать рассаду сезона 2020 всем пока и до новых встреч